Сейчас жизнь многих полна уныния и неопределенности. Они не находят ответы на волнующие их вопросы и не могут удовлетворить свои потребности. Кто-то даже утратил способность радоваться и быть счастливым. Пророки провозгласили, что истинное счастье мы обретаем, следуя учениям и примеру Христа. Он — наш Спаситель, Он — наш Учитель, и Он — совершенный пример. Его жизнь была исполнена служением. Служа ближнему, мы помогаем нуждающимся. В таком служении мы можем найти решение своих проблем. Следуя примеру Спасителя, мы показываем любовь к Небесному Отцу и Его Сыну Иисусу Христу. и становимся более похожими на них. Царь Вениамин учил важному значению служения. Он говорил, что, служа ближнему своему, мы только служим Богу нашему. У каждого из нас есть возможности для служения и проявления любви. Президент Томас Монсон попросил нас отправиться на помощь и служить окружающим. Он сказал, цитирую, «Мы увидим, что те, кому мы служили, кто благодаря нашим усилиям смог почувствовать прикосновение руки Спасителя к их жизни, так или иначе не могут объяснить перемены, произошедшие с ними». У них появилось желание служить верно, ходить смиренно и жить так, как жил Спаситель. Эти люди, прозревшие духовно и увидевшие обещание вечности, вторят словам слепого, которому Иисус дал зрение, «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Конец цитаты. Каждый день у нас есть возможности помогать и служить, делая то, что нужно сейчас и без промедления. Подумайте о тех, кому трудно найти работу, кто болен, кто чувствует себя одиноким, кто думает, что все потерял. Как вы можете помочь? Представьте, что ваш сосед попал под дождь, а его машина сломалась, и он звонит вам с просьбой о помощи. Как вы поступите? Когда нужно действовать? Вспоминаю случай, когда мы с семьей отправились в центр Мехико купить одежду для наших двух детей. Они были еще маленькими. Старшему сыну было два года, а младшему — год. Улица была переполнена людьми. Когда мы делали покупки, держа детей за руку, мы остановились что-то рассмотреть и не заметили, как потеряли старшего. мы не понимали, как это случилось, но его нигде не было. Мы сразу побежали искать его. Мы взывали его, ужасно переживая, думая, что, быть может, больше никогда не увидим его. Про себя мы молились и просили Небесного Отца помочь нам найти Сына. Вскоре мы нашли его. Он стоял и невинно рассматривал игрушки в витрине магазина. Мы с женой обняли и поцеловали его и твердо решили внимательно следить за детьми, чтобы не терять никого из них. Нам не потребовалось собрания по планированию, чтобы побежать на спасение Сына. Мы просто действовали, отправившись на поиски пропавшего. Мы также узнали, что наш Сын даже не успел понять, что потерялся. Братья и сестры, среди нас может быть много таких, кого мы потеряли из виду, и они даже сами не знают, что потерялись. Если мы будем медлить, то можем потерять их навсегда. Для многих, кто нуждается в помощи, не нужна разработка новых программ или сложных и дорогостоящих мер. Им нужна наша решимость служить, делать, что требуется в нужный момент и без промедления. Когда Спаситель явился людям из книги Мормона, он дал пример того, как действовать без промедления, чтобы помочь утратившим способность радоваться и быть счастливыми. Уча людей, он заметил, что они не могли понять всех его слов. видя это, он предложил им идти по домам и размышлять над его словами. Он призвал их молиться и готовиться к тому, чтобы провести с ним следующий день, когда он вернется их учить. Сказав это, он посмотрел на собравшихся и увидел, что они плачут, прося его остаться. цитата. И он сказал им, «Вот, чрево моё преисполнено состраданием к вам. Есть ли больные среди вас? Принесите их сюда. Есть ли среди вас калеки или слепые, хромые или увечные, прокажённые или иссохшие, глухие или страдающие от чего-либо ещё? приведите их сюда, и я исцелю их, ибо я чувствую к вам сострадание, и чрево моё преисполнено милосердием». Конец цитаты. «И они принесли к нему больных, и он исцелил их. Весь народ преклонился у его ног, молился ему и целовал его ноги, обливая их слезами. Затем он повелел привезти малых детей и благословил их одного за другим. Вот образец, данный нам Спасителем. его любовь предназначена всем, но он никогда не теряет из виду отдельных людей. Я знаю, что Небесный Отец исполнен любви, понимания и терпения. Его Сын, Иисус Христос, также любит нас. Он помогает нам через пророков. Я узнал, что, следуя за пророками, мы находимся в безопасности. Спасение продолжается. Президент Монсон сказал, цитирую, «Господь ожидает от нас размышлений, Он ожидает от нас действий, Он ожидает от нас усилий, Он ожидает от нас свидетельств, Он рассчитывает на нашу преданность». Конец цитаты. Нам даны большие возможности и ответственность. Многим нужно вновь испытать сладкое чувство радости и счастья, приходящие от активности в церкви. Это счастье приходит с получением таинств, заключением и соблюдением священных заветов. Мы нужны Господу, чтобы помочь Ему. Давайте делать то, что от нас требуется в нужный момент и без промедления. Я свидетельствую о том, что Бог жив, и Он наш Отец. Иисус Христос жив. Он отдал жизнь, чтобы мы могли вернуться к Небесному Отцу. Я знаю, Он наш Спаситель. Я знаю, что их бесконечная доброта постоянно проявляется в нашей жизни. Я свидетельствую, что президент Томас Монсон пророк Бога и что это единственная истинная церковь на лице земли. Я свидетельствую, что Джозеф Смит пророк восстановления. Я знаю, что книга Мормона Слово Божье. Она содержит руководство для нас и дает нам примеры для подражания, следуя которым мы можем стать более похожими на Бога и Его возлюбленного Сына. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...